События в Швеции, Дании и Нидерландах взбудоражили сердца миллионов мусульман. Радикалы публично подожгли и вырвали листы копии Корана. Глумление над Кораном повторилось и в пятничный день. На этот раз возле мечети Копенгагена в окружении военных во время призыва на молитву. Мусульмане всего мира, в том числе в Дагестане, остро осуждают подобные кощунственные акты и в знак почитания к священному Корану. Практически во всех мечетях республики проходят вечера Корана. Муфтия Дагестана выступил с официальным заявлением в центральной джума мечети Махачхалы. Эти люди пытаются спровоцировать мусульман на ответную реакцию или породить волну насилия. Муфтия Дагестана порицает, осуждает подобные действия. И хочу отметить, что такие провокации не имеют никакого отношения к свободе слова, свободе совести. То, что они сжигают, они сжигают бумагу. Но они не смогут стереть Слово Всевышнего с сердец миллионов мусульман, которые знают Коран наизусть. Эта акция подготовлена для того, чтобы расколоть общество, поднять антиисламские настроения, спровоцировать ответные действия. И такие действия, подобные действия являются показателем трусости перед исламом. И поэтому Муфтия Дагестана призывает мусульман не поддаваться на подобные провокации. А лучшим ответом на эти выходки станет усердное изучение священного Пурана, нашей религии, чтобы показать ее красоту и величие. В главную столичную мечеть собрались тысячи верующих. Ученые ислама говорили о величии, силе неповторимости и непревзойденности Корана. Малдейхови зачитали строки священного писания. Разве можно на такие подобные поступки людей реагировать равнодушно? Конечно же, это, ну, как вам сказать, есть, говорят, у нас даджжал, даже Махаммад, вот это подобие даджжала. Остальное уже, как сказали сегодня, Коран, рука Всевышнего, он ее нам спустил, он ее сохранит до конца нашей жизни. Ну, не будем им ухадабляться, будем вот так почитать. Ценность Корана будем объяснять. Аллах на себя взял и сохранит Коран до судного дня. Аллах с ними расправится, как же сам почитает, нужно. Вот как раз я на днях, когда увидел, честно сказать, очень крепкая злость на это было, когда я видел, и было неприязнь. Еще такой вот момент, благодаря этому, может быть, Аллах милость проявит или еще сердце откроет ему. Ну, что ты скажешь об этом мероприятии? О, Машаллах, вы что, вы что, просто благодать. Что еще сказать, чувства хорошие, эмоции хорошие. Организаторы также проявили образовательную викторину и правильно ответившую на вопрос дарили Коран. Мероприятие завершилось коллективной мольбой за мир, процветание и благополучие на всей земле. Хамз Нурмагомедов, Ислам Халиков, Мурат Бекбарзов. Новости, телеканал Айнанты.